Впервые я подумал сам в себе, а что, если мои лидеры ошиблись? Я приехал в Америку в погоне за американской мечтой. И в скорости я начал косметический бизнес со своим братом. После долгого, тяжелого труда и множества попыток, мы принесли определенные новые инновационные продукты в косметическую индустрию на массовый рынок. И прошло не так много времени перед тем, как я начал испытывать удовольствие и чувствовать успех от всего этого. Я ездил по городу на Красном Азерате, у меня были подружки-модели. И я действительно искал такой жизни, но на самом деле я искал Бога. Будучи ребенком, я всегда хотел узнать Бога, и я искал Его все свое детство. Но, честно говоря, я не мог найти Его в синагоге. Я считал все это религиозностью, и женщины переживали о том, как они выглядят, и во что они одеты. Было много материализма. А я на самом деле искал духовные связи. Итак, я начал познавать жизнь в роскоши. Прекрасные рестораны, холостяцкая жизнь, деньги в кармане, езда на Красном Азерате. А потом появилась одна прекрасная девушка. Ее звали Мария, визажистка, с которой я начал работать. И у меня как будто было все, но что-то было не совсем правильно. Интересно было то, что Мария была... В ней было что-то другое. Ей казалось не совсем интересно все то, чем я жил в то конкретное время. И она начала объяснять мне свою христианскую веру. Она рассказала мне о своей вере так, что я не мог понять этого, что вера в Ешуа имеет еврейское основание. И это настолько отличалось от моего опыта в синагоге. Вот я, ищущий Бога, ищущий отношений, а у нее, похоже, есть этот аспект, эта близость и эта связь. А вот я, дитя Авраама, еврейский парень, и у меня, похоже, нет ничего. Я был похож на доктора Джекила и мистера Хайда. Два типа личностей. Я был молодым и успешным предпринимателем днем, а ночью я был опустошенным. Приходила депрессия, и я не мог сдержать ее. Но я не позволял никому видеть это. В мире мы внешне выглядим так, будто все прекрасно и все в порядке, но внутри все совсем не так. И я погружался в депрессию и запутывался в эмоциональных цепях, и что-то определенно было неправильно. Я думаю, что самым отличительным в Марии было то, что она научилась доносить послания об Ешуа еврейскому народу так, как будто оно было их собственным. Во время некоторых из наших дискуссий мы говорили обо всех этих ужасных вещах, которые произошли с еврейским народом во имя христианства, и о том, как использовали имя христианства. И она очень старалась в своем общении разделять эти вещи, говоря о том, что большинство этих людей на самом деле не были верующими изначально. Она начала закладывать для меня это основание, идею того, что корни христианства полностью еврейские. И, конечно, когда я начал открывать Писание и читать его самостоятельно, я был потрясен, я был удивлен тем, что, по сути, читаю еврейскую книгу. Должен сказать вам, что после переживания того, что, как мне было известно, переживала Мария между нею и Богом, это начало привлекать мое внимание. И это заставило меня снова начать искать отношения с моим собственным Богом. Три недели подряд, каждый вечер, я заходил в свою спальню, становился на колени и молился. Я пытался говорить с Богом. И было такое ощущение, будто мои молитвы поднимались вверх до потолка и падали вниз прямо на пол. Не было ничего, никакой связи. И я был разочарован. То есть, вот была Мария, это христианка, у которой есть отношения с моим Богом, Богом Авраама. А вот я, еврей, пытающийся иметь отношения со своим Богом, Богом Авраама. И ничего. Я чувствовал этот разрыв. И это меня сильно разочаровывало. Однажды вечером мы собрались сходить поужинать, и я высказал ей свое разочарование. И она повернулась ко мне и сказала, «Грант, я уже полгода говорю тебе, почти каждый раз, как мы выходим куда-то, ты не можешь иметь отца без сына». Потому я решил, что мне срочно нужно вернуться домой. Я поднялся в свою комнату, и мне было не тяжело со всем моим духовным опытом представить себе все это. Я лег на кровать, я распростер свои руки в форме креста и закрыл глаза. И Мария говорила мне о стихе из Писания, Откровение 3.20. Я никогда не забуду его. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Другими словами, мы соединимся, и между нами будет близость. Потому я закрыл глаза и представил себе дверь. И я постучал в эту дверь и сказал, «Бог Авраама, если Ишуа, это в точности молитва, которой я молился, если Ишуа, это твой сын и еврейский мессия, я хочу знать истину». Прямо в этот момент, в ту самую секунду, физически ощутимый ветер вошел внутрь меня. Я практически видел, как он влетел в меня. И я встал с кровати, и я был напуган. Но с того самого момента я поверил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok